Добрый вечер, хорошие мои девочки и мальчики! Сегодня вы узнаете продолжение сказки о том, как зайка Коська с ручейком с родничком на перегонке бегал. Попробовал заяц Коська свой голос. Хрипит, но ничего разговаривать можно. — Эй, родничок, где ты? — крикнул он. — А тут я! — послышался голос откуда-то сверху. Посмотрел Коська на лозовый куст. Нет там родничка. Посмотрел на вершину дуба. Тоже нет, только облачко плывет в небе. — Да где же ты? — удивился Коська. — А тут я! — ответила облачко. Днем меня солнце пригрело, на рассвете я туманом стал, а теперь в облачко превратился. — Так ты и летать умеешь! — И летать умею! Ну как, побежим дальше! — Я домой пойду! — сказал заяц Коська. — У тебя ног нет, а бегаешь. Крыльев нет, а летаешь. Не буду я с тобой на перегонке бегать. — Ну тогда до свидания! — засмеялся родничок. — Прощай! — сказал заяц Коська. — Улетишь ты в неизвестные края, не увижу я тебя больше. — Увидишь? — пообещал родничок и полетел облачком в далекие края. А Коська домой пошел. Мама зайчиха ему строгий выговор сделала за то, что всю ночь бегал. Сестренка язык показала, а брат подзатыльник дал. И стал заяц Коська опять жить-поживать, про все узнавать, кто да что да зачем. А когда лето к осени повернуло, пошел Коська к знакомой Раките. Дай, думает, на родничков дом посмотрю. Опустел он. Пришел. А из ямки под Ракитой родничок выбегает, словно и не был нигде. — Это ты! — удивился заяц Коська. — Я, — сказал родничок, — здравствуй. — А как же ты назад вернулся? — А так и вернулся, — сказал родничок. Из ручейка в речку, из речки в туман, из тумана в облако. Летал я, летал, на луга, на поля и леса насмотрелся. Зверей разных повидал. Потом холодно вверху стало. Превратился я в дождь. Упал на землю. Тебе, заяцу Коське, шерстку помыл. Да домой, под землю. Теперь вот опять попутешествовать решил. Ну как, побежим на перегонки? — Нет, — сказал заяц Коська. Я больше с тобой бегать на перегонки не буду. Я лучше на огороды пойду. Может, там тетенька морковку забыла. Вот так и кончился спор зайца Коськи с родничком. А там и зима наступила. Коська полинял, из серого белым стал. А родничок из тучи и снегом второй раз вернулся. На время, до весны, в сугроб превратился. Так что и не различить теперь сразу, где родничок, а где заяц Коська. Оба белыми стали. Ну а сейчас, дорогие мои девочки и мальчики, пора посмотреть мультик и готовиться ко сну. А я пожелаю вам спокойной ночи и попрощаюсь с вами до завтра.